Всем шалом! Сейчас будем устанавливать Kali Linux на Raspberry Pi Zero W. Видео постараюсь сделать без клеек, поэтому я здесь не хочу прикладывать большие усилия для монтажа. Я не стал ставить камеру, записываю свепки. Сам Raspberry Pi взял флешку обычную на 30 гигабайта вот такую вот. Адаптер Ethernet и здесь у меня переходник на флешку. Затем с официального сайта нам потребуется образ для флешки Raspberry Pi. Я качал вот этот Kali Linux RPI 0W от Nexman. Архиватор 7-zip, а также программа Etcher, Balena Etcher 1.5.35. Я использую ее. Ну и прошивка у меня 2019.1. В принципе, гайд является почти универсальным для всех моделей Raspberry, потому что принцип установки практически одинаков, только есть разница в том, какое устройство вы используете. Сейчас распакую флешку, поставлю ее в адаптер. Мне кажется, лучше такие детали, наверное, пропустить. Вы все прекрасно знаете, как можно поставить флешку в адаптер. Теперь втыкаю ее в комп. Устройство у меня определилось 29 гигабайт свободно и система FAT32. Теперь, перейдя в папку со скаченной прошивкой, нужно ее разархивировать из этого архива, чтобы получился архив формата IMG. Теперь в Etcher я нажимаю select object, отправлюсь вот по этому пути и выбираю данный образ. Нажимаю открыть. Теперь нажимаю на кнопку flash и здесь придется ждать примерно минут 20. Но, собственно, я не собираюсь вас заставлять ждать, поэтому я просто прерву видео. И когда оно завершится, я вновь продолжу запись. Ну, собственно, запись была завершена. Теперь необходимо флешку вытащить и поставить ее вновь в компьютер. И затем, после ее обнаружения, необходимо зайти в ее корень и создать файл под названием SSH. Расширение файла необходимо тоже удавить. SSH. Просто три буквы. Теперь я беру эту флешку и вставляю ее в Raspberry. Далее здесь есть два разъема. Первый идет на питание. Здесь так и написано PVR. На втором идет соединение с каким-нибудь USB устройствами. Ну и для того, чтобы ее запитать, необходимо подключить ее через USB к какой-нибудь источнику питания. Можно к компьютеру, можно к Powerbank. Или если у вас телефон поддерживает такую функцию, то можно подключить к нему. Но я воспользуюсь Powerbank. Видите, флешка запиталась. Сейчас у нее будет гореть индикатор. Далее я беру провод Ethernet, который идет к моему модему. Мой компьютер и этот модем сейчас находятся в одной Wi-Fi сети. Но коль Raspberry сейчас не может подключиться по Wi-Fi к моему модему, я использую адаптер Ethernet. Я подключаю данный кабель к адаптеру Ethernet на USB. И далее произвожу подключение этого адаптера к другому адаптеру USB на micro USB. И подключаю его к моей машине, к Raspberry. После подключения она вновь замигала, потому что происходит сопряжение. Теперь необходимо отправиться в программу IP сканер и просканировать сеть для того, чтобы узнать какой у нее IP адрес. Вот она, Advanced IP сканер, заходим в нее. Теперь я открою командную строку для того, чтобы узнать какой у меня основной шлюз. У меня он 192.168.1.1, поэтому я указываю его и данной командой говорю, чтобы он просканировал всю сеть на наличие других IP адресов. Хакерская машина буквально сразу же была распознана. И у нее IP адрес 192.168.1.1. После этого дела я зайду в пьюти. Заходим и прописываем 192.168.1.11. Порт оставляем по стандарту. Нажимаю open. Здесь появляется такое сообщение, что вы действительно хотите подключиться к данному компьютеру. Я нажимаю да. И логин пишу root, а пароль tour. И следующим шагом необходимо установить данный репозиторий, который называется portable hacking machine. Делается это все с помощью команды git clone и ссылка на данный репозиторий. Нажимаю enter. Теперь производится копирование данных. Прописав команду ls, мы видим, что portable hacking machine была скачена. Теперь перейдем в папку с этим репозиторием. Прописываем sd portable hacking machine. Нажимаю enter. Посмотрим, какие здесь есть файлы. Видим, что здесь есть файл install.sh. Необходимо добавить зависимости. Change mode плюс x. Install.sh. Нажимаем enter. Теперь пишем точка slash install.sh. И нажимаем enter. Сейчас производится установка данного репозитория. И для этого тоже потребуется какое-то время. Примерно тоже минут 20. Если появляется какое-то сообщение, что после установки размер вашего пространства увеличится на n-ное количество мегабайт, не пугайтесь. Нажимайте Y. И процесс установки продолжится. Просто это необходимо для того, чтобы вы знали, сколько места будет занимать прошивка. После установки ее нужно перезагрузить с командой reboot. Да, бывает, второй раз ошибся. Вот так. Появляется ошибка, что потеряно соединение с сервером, но не пугайтесь. Нажимаете ok и ждите буквально около одной минуты, пока она прогрузится вновь. Теперь давайте вновь просканируем нашу сеть через программу Advanced IP Scanner. И видим, что Raspberry Pi прогрузилась. Вновь открываем окно с пьюти и вводим те же самые данные. 192.168.1.11. Нажимаем open. Вводим данные для авторизации. Root, пароль, tour. Посмотрим на файлы. Да, действительно у нас все имеется. И теперь необходимо перейти в раздел для network interface. И сюда следует прописать вот такие команды, которые будут в гайде в описании к этому ролику. Удаляем все, что здесь имеется. И вставляем скопированные команды. Теперь нажимаем сочетание клавиш Ctrl X, нажимаем Y и нажимаем Enter. Давайте проверим, сохранились ли у нас данные. Нажимаем стрелочкой вверх, нажимаем Enter. И смотрим, что да, действительно все, что мы указали, имеется вот здесь. Затем переходим к следующему шагу. Настраиваем VPA Supplicant. Нажимаем копировать, вставляем данную команду, нажимаем Enter. И в данное окно необходимо вставить следующие конфигурации, где в разделе SSID необходимо указать название вашей точки доступа, а в разделе PSK пароль от вашей точки доступа. Я, например, буду использовать смартфон как Broadcast, то есть для раздачи. Поэтому я включаю на своем телефоне раздачу Wi-Fi и здесь пишу название от своего Wi-Fi и пароль к моему Wi-Fi для подключения. Копирую эти данные и вставляю вот сюда. Точно также нажимаю Ctrl X, нажимаю Y, нажимаю Enter. Еще раз стрелочкой вверх для того, чтобы проверить, правильно ли мы все сделали. И да, все данные указаны правильно. Затем я на своем смартфоне активирую режим модема, режим точки доступа, а здесь прописываю команду Reboot. Опять появилась ошибка и после перезагрузки мы должны увидеть в нашем смартфоне, что есть одно подключенное устройство. Вот смотрите, сейчас машина прогрузилась и у меня написано, что есть одно подключенное устройство. И для того, чтобы узнать IP адрес Raspberry Pi, необходимо запустить программу IP Scanner. Нажимаем на данную иконку и дожидаемся завершения. И видим, что у Raspberry Pi IP адрес 192.168.43.171. Теперь давайте узнаем, есть ли у него доступ к интернету. Запустим любое приложение, через которое можно подключиться по SSH. Будь то терминал Thermux, или NetHunter, или Androx, или специальное приложение, например, как Mobile SSH. Нажимаем на три точечки, здесь есть раздел SSH Settings. Здесь я указываю IP адрес тачки, который мы узнали через IP сканер 192.168.43.171 и порт 22. Нажимаем ОК и опять нажимаем на три точки, нажимаем на кнопку Connect. Сейчас он попросит нас ввести данные две авторизации, логин root, а пароль tour. И мы подключились к этой машине. Давайте в этом удостоверимся. Допустим, пропишем команду ls. Да, все те же самые папки и файлы, которые у нас и были. Пропишем команду ping для того, чтобы узнать, есть ли у нас доступ к интернету. ping-mile.ru. Send. Пакеты пошли, значит интернет на данной машине имеется. Нажимаем на три точечки, нажимаем Send, Ctrl, C. Для того, чтобы приостановить отправку пакетов. Ну и коль мы только что поменяли соединение у Raspberry Pi, изначально она была подключена к нашему компьютеру, к нашей Wi-Fi сети, теперь она подключена к этой Wi-Fi сети. Для того, чтобы подключиться к ней же с компьютера, необходимо с помощью Wi-Fi адаптера, мне кажется, он есть у всех, подключиться к этому телефону. В итоге и телефон, и Raspberry Pi, и компьютер будут находиться в одной Wi-Fi сети. Откроем еще одно окно с пьюти правой кнопкой New Sessions, прописываем 192.168.43.171, нажимаем Open. И коль у нас новое подключение, из-за того, что Raspberry Pi подключена к телефону, и мы теперь тоже подключены к телефону через Wi-Fi адаптер, у нас появилось вот такое сообщение. Нажимаем Да, и вводим те же самые данные, root и пароль tour. Ну а теперь осталось самое долгое и самое противное, это команды для обновления Raspberry Pi. apt-get-update. Давайте я это окно закрою, потому что оно уже не активно. И следующая команда apt-get-upgrade. Данная команда будет длиться довольно долго, около часа, может быть даже полтора, поэтому записи опять приостановлю и продолжу, когда все завершится. Здесь точно так же будут появляться окна, говоря о том, что согласны ли вы, что размеры вашего жесткого диска увеличатся на n-ное количество мегабайт, или появится какое-нибудь окно с дополнительными настройками, просто все время соглашайтесь и нажимайте Enter. Здесь нужно просто ждать и просто подтверждать все текущие изменения. И еще важный момент, почему обновление системы желательно проводить именно через компьютер. Дело в том, что при выборе настроя конфигурации может появиться вот такое окно. Из телефона им управлять не получится, поэтому желательно использовать ПК. Нажимаем Enter. Здесь также нажимаем Enter. Сейчас все данные скачались, но пока не установились. И вот именно сам процесс установки обновлений занимает очень долгое время. Ну, наконец-то это свершилось. Установка была завершена примерно за полтора часа, как ни странно. И теперь для продолжения нужно компьютер перезагрузить. Я имею в виду про Raspberry Pi, а не про основную тачку. Тоже прописываем команду Reboot. Ждем, пока запустится. Давайте проверим, загрузилась ли у нас система правой кнопкой Restart Session. Login root, порой tour и чекнем. Да, все на месте. Теперь пропишем одну команду, которая позволит нам узнать. Запустился ли у нас Windows Server. Как ни странно, но Windows Server у нас не запустился, что на самом деле есть плохо. Но, видимо, я погорячился, потому что буквально через несколько секунд он запустился. Поэтому лучше все-таки подождать изначально, пока система на Raspberry Pi полностью прогрузится. Вот я, например, поспешил, и у меня изначально Windows Server не было в списке запущенных программ. Следующим шагом, хоть он и будет дополнительным, я предлагаю установить WebSploit, с помощью которого можно заниматься пинтестом в области Wi-Fi сети и Bluetooth сети. Ну, скажем так, протестировать соединение Bluetooth колонки с вашим девайсом на предмет защиты от DDoS атаки на Bluetooth устройство. Скачать его можно на том же самом GitHub, копируем URL, обращаемся в Пьюти и пишем git clone и указываем ссылку. Нажимаем Enter. После завершения процесса загрузки папка WebSploit появилась на нашем устройстве. Теперь пропишем команду cd WebSploit, нажимаем Enter и смотрим, какие здесь есть файлы. Ну, нас, разумеется, интересует файл WebSploit, который мы сейчас можем запустить. Но, однако, после запуска WebSploit у нас появилась ошибка, что не хватает модуля скепи. Поэтому его нужно установить с помощью команды apt-get скепи. Прошу прощения, apt-get install скепи. Пока устанавливается скепи, я времени терять не буду, а предлагаю вам сразу установить VNT Viewer, с помощью которого вы сможете наблюдать за происходящим на рабочем столе через ваш смартфон. То есть то же самое, как было в том видео, когда я подключился к Raspberry Pi и видел ее рабочий стол на своем смартфоне. Ну, это, конечно, по желанию, если вы хотите видеть графический интерфейс. Если не надо, то, в принципе, можно пользоваться обычным терминалом и все. Ну, просто графический интерфейс все равно как-то выглядит поприкольнее. Ну, мало ли он вдруг когда-нибудь вам пригодится. А вот сейчас давайте попробуем запустить WebSploit вновь. Ну и, пожалуйста, WebSploit сейчас запустился без проблем. И вот все его модули, которыми можно проводить пин-тест, то есть тестирование на проникновение. Ну, в данном видео мы конкретно поговорим про Bluetooth Pod, то есть Bluetooth Ping of Death Attack. Для того, чтобы понять, что такое VNT Viewer, я вам хочу показать. Вот у меня приложение, которое так, в принципе, и называется VNT Viewer. Я его установил себе на смартфон. Теперь, допустим, зайдя в приложение SSH Mobile, я подключаюсь к нашей машине. Прописываю команду netstat.ln. Мы видим, что здесь запущен Windows Server на порту 5900. И для того, чтобы мне сделать подключение по VNT к этому устройству, мне необходимо зайти в VNT Viewer, нажать на кнопочку добавить, указать IP-адрес этой машины, который мы узнали с помощью приложения IP Scanner. И через два двоеточия указать порт. В нашем случае порт является 5900 у VNT Server. Вот он у меня здесь находится. Я указал данные, теперь захожу сюда, нажимаю ОК, и у меня появляется графический интерфейс вот этого устройства. То есть я могу вводить мышкой, указывать здесь всякие там команды, точно так же открывать окно терминала. То есть можно управлять этим устройством либо через графический интерфейс с помощью VNT Viewer, либо с помощью какого-нибудь приложения наподобие Mobile SSH. Но Mobile SSH неудобный, потому что, вот смотрите, сейчас я какую-нибудь команду написал. Вот так дисплей перевернул, и всё, команда исчезла. Её никак уже не вернёшь. Точнее не команда, а само содержимое, что было здесь до этого. Сейчас я хочу воспользоваться терминалом от Androx. Дело в том, что обычные терминалы, они не поддерживают многооконность. То есть здесь я могу добавить себе третье окно, четвёртое, пятое и так до бесконечности. В Thermox такого сделать будет невозможно, и в приложении SSH Mobile тоже. Ну и как я говорил, если Bluetooth сам по себе не включается, то его нужно включать принудительно с помощью команды System Start Bluetooth. Ну а теперь давайте посмотрим на пример. Итак, здесь Raspberry Pi с включённым Bluetooth модулем. Это Bluetooth колонка, а это телефон, который с ней соединён. Сейчас произведём сканирование Bluetooth устройств. И вот мы нашли MAC адрес этого телефона. Теперь можно воспользоваться либо WebSploit, который мы устанавливали, либо другой командой под названием L2Ping. Результат будет один и тот же. Но с помощью L2Ping мы можем наглядно посмотреть, как будут идти пакеты и какая будет задержка. Поэтому я предпочитаю воспользоваться именно им. Я буду запускать несколько терминалов, чтобы посмотреть, как будет идти атака. Телефон, наверное, я отнесу чуть подальше от этого Bluetooth модуля, чтобы посмотреть, как он будет себя вести примерно на дистанции 4 метра. Поехали! У нас запущено 6 терминалов. Она отключилась. Ну и на этом всё. Для вас это 15 минут посмотреть какое-то видео. Для меня 5 часов работы. И всё равно большинство из вас не понимает, что здесь происходило. Другая половина даже не досмотрит до этого момента. Те, кто знают, они это даже смотреть не будут. Ну, буду надеяться, что даже если хотя бы 5% поймёт, уже не зря потратил своё время. Всем пока, в общем, до новых встреч. И умнейте, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok